Доброе время суток, дорогие друзья! СК-96 на связи и сегодня у нас начало прохождения кампании Железнодорожной Империи. Значит, глава первая. Великие равнины. В принципе, можете ознакомиться с описанием. Я вкратце расскажу про игру. Представляет собой эта игра некий симулятор Железнодорожной Империи. Вы являетесь компанией, которая строит империю, борется с конкурентами, развивает, прокладывает пути и так далее. В общем, управленческая игра. Давайте начнем. Представлен нам персонаж-промышленник. Можем выбрать, как он зовут. Персонажа выбрать пока мы не можем, но я смотрю, в песочнице можно. Ну что ж, поехали! В 1863 году на берегах реки Миссури началась завершающая глава грандиозного предприятия – прокладки трансконтинентальной железной дороги. Рабочие железной дороги Union Pacific начали прокладывать пути от Омахи на запад через дикое сердце североамериканского материка. Их поджидали огромные трудности. Они оказались вдали от цивилизации, где просторы необъятны, погода безжалостна, а работа невероятно изнурительна. Но им предстояло воплотить в жизнь чудо научной мысли, укоротить пустыню, покорить ее силой стали, огня и пара. Никто до них не отваживался на нечто подобное, но это время пришло. Продолжение следует... Теперь вам стоит ознакомиться с основными элементами управления. Подвигайте камеру во всех направлениях. Теперь испытайте функцию приближения камеры. Можно также поворачивать камеру. Попробуйте. Очень хорошо. Теперь вы знакомы с основными элементами управления. Вот вам первое задание. Проложите железнодорожную ветку между Амахой и Нарфолком на северо-запад. Для этого в обоих городах должны быть станции. В Амахе у вас уже есть станция, а в Нарфолке ее есть. Что еще предстоит построить? Для этого перейдите в режим строительства. Так, перешли мы в режим строительства и просят нас поставить станцию. Ну, в принципе, тут ничего сложного. Поставим станцию. Очень хорошо. Теперь нужно соединить эти две станции путями. Для этого переключитесь в режим прокладки путей. Теперь спланируйте, как будут проходить пути между станциями в Нарфолке и Амахе. Для этого выберите по очереди два пути около станции. Затем заплатите за планирование маршрута. Так, ну понятно. В принципе, нам надо проложить, соответственно, путь, по которому у нас будет ехать поезд. И что? И заплатить за него. То есть, пока это просто проектируем. Как его? Вот, отлично. Теперь создайте свой первый поезд, чтобы наладить железнодорожные сообщения между вашими станциями. Так, нажимаем на поезд, соответственно, на верху экрана. У нас он подсвечивается. Сначала ваш поезд существует только на бумаге. Без локомотива вам от него мало толку. Так, покупаем локомотив. Значит, в первую очередь, да? Вот он. Филадельфия. Кроме того, каждому поезду нужна железнодорожная линия, которая проходит через станции, где он должен останавливаться. Теперь соедините обе станции с железнодорожной линией, выбрав их по очереди. Так, это нам надо, соответственно, заходить курс к нашему поезду. Теперь давайте убедимся, что она работает. Очень хорошо. Теперь вы видите путь, по которому будет проходить ваш поезд. Если на пути будут товары для перевозки, поезд автоматически подберет их. Проследим за первым поездом, посмотрим, что будет. Вот он у нас поехал. Поскольку локомотивам нужна вода, песок и смазка, вдоль маршрута нужно разместить башню обслуживания. Так, ну да, логично. Как же без смазки? Очень хорошо. Теперь ваш поезд курсирует между Амахой и Нарфолком. Но можно пойти еще дальше. Каждому городу нужны товары из прилегающих районов. Например, кукуруза. О, и как раз рядом с Амахой есть кукурузная ферма. До сих пор кукуруза оттуда доставлялась в город традиционным способом. И нам нужно изменить это. Теперь в отмеченном месте постройте сельскую станцию в радиусе... Так, но надо построить станцию, сделать подъездную колею. Или подъездной путь. Ну, пока легко и понятно. Теперь соедините новую сельскую станцию со станцией Вамахи. Соединяем. А теперь задача усложняется. Нужно разобраться с логистической проблемой. Жителям Нарфолка тоже хочется свежей кукурузы. Так что скоро по путям между Амахой и Нарфолком будут курсировать два поезда. Очевидно, это приведет к конфликтам. Поезда не могут проходить друг через друга. Поэтому между Амахой и Нарфолком придется проложить запасной путь, состоящий из одного параллельного пути и двух семафоров. Для начала создайте запасной путь. Его длина должна быть не меньше длины полностью загруженного поезда. Так, делаем запасной путь, соответственно, я думаю, сюда поезд влезет. Великолепно. Однако поезда не обязательно будут ходить по запасному пути. Обычно они выбирают кратчайший маршрут. Поэтому на каждом параллельном пути необходимо также указать направление движения. Перейдите в режим строительства зданий и поставьте семафор на выделенном участке лицом к стрелке. Теперь поезда смогут останавливаться здесь, когда единственный путь занят. Так, поставили мы семафоры. Что теперь надо сделать? Повернуть его. Получается. Теперь убедитесь, что на пути можно следовать только в одном направлении. Для этого настройте семафор так, чтобы поезда в противоположном направлении не могли пройти. Превосходно! Теперь сделайте то же самое на параллельном пути. И тогда у этих двух путей будет разное направление. Разместите второй семафор на выделенном участке и заблокируйте проезд для состава в следующих, в противоположном направлении. Очень хорошо. Думаю, это было не так уж легко. Скоро вы поймете, что семафоры очень важны для обеспечения бесперебойной работы железной дороги. Узнать об этом подробнее и посмотреть подсказки можно в разделе «Помощь и подсказки». Так, инструкцию читать, себя не уважать. Поехали дальше. Теперь соберите новый поезд, выберите для него локомотив и железнодорожную линию. Ваша новая линия должна проходить из Амахи до Нарфолка, куда по ней будут осуществляться поставки кукурузы. Так, новый поезд. Понятно. Ну, в принципе, нам надо не с Амахи, нам надо с предприятия, я так понимаю, во что-то строить. Да, если поставки кукурузы, он просит нас. Нелогичный какой-то чел. Ну да ладно. Я надеюсь, что я все понял правильно и будем делать так, как понял я. Значит, управление поездами. Покупаем локомотив. Купили локомотив. И теперь нам надо проложить на него путь. Вот у нас один поезд есть, а это локомотив мы купили отдельно. Так. Закрыть. Великолепно. Городам вдоль построенной дороги нужна кукуруза. Поэтому кукурузная ферма будет автоматически пользоваться услугами железной дороги. Традиционная перевозка обходится ферме намного дороже. Но мы все еще кое-что упускаем. Со временем механизмы локомотива изнашиваются, поэтому их следует регулярно обслуживать. Тогда они будут работать надежнее. Для этого нужно построить на каждой железнодорожной линии, по крайней мере, одно здание техобслуживания, где локомотивы при необходимости будут проходить осмотр и ремонт. Так. Надо нажать на станцию и посмотреть, как здесь оголота у нас подсказка. Тек, по заданиям. Нам надо, короче, я так понял, выполнить вот эти все задания, и глава будет пройдена. Соединить города, получается, это первое, что нам нужно. В общем, поехали. Начинаем проложивать. Ага, проложить не могу, потому что построить надо сначала станцию. Станция только в первом городе у нас. Давай, все. Хорошо, дело сделано. Вы делаете успехи. Да, смотрите, нам дали дополнительную выплату. То есть, ну, я думаю, что задерживаться здесь не стоит. Так, сотый меридиан пересечен. Ага, понятно, прикольно. Газетка, типа, пришла. Интересно, очень красиво нарисовано, очень красиво написано. По графике, конечно, тут вопросов вообще нету графика. Музыкальное сопровождение. Вот такие катстенки, знаете, они компенсируют, получается. Компенсируют графон стратегии вот этих вот. Нормально, такая графика, красивая. Так, хорошо. Станцию поставили. Теперь попробуем соединить. Ну, как видите, стоимость очень большая, поэтому что-то я делаю не так. Соответственно, надо проложить что-то другое, какой-то другой путь. Ну, там у нас, получается, строился мост, да, но надо его как-то объехать. Потому что тут за вот эти все мосты и так далее берется дополнительная оплата, которая больше в разы, чем мы вот просто так вот объедем. Отлично. Да, есть. Так. Вот, есть. Вашингтонские политики ужасно раздражают. Но давайте вернемся к заданиям. Как видите, Шайен пока еще маленький городок, который надеется получить кое-какие преимущества отключения в железнодорожную сеть. Однако новые жители будут появляться только в том случае, если в городе будет достаточное товароснабжение. Город закупает простые товары в прилегающих районах. Если построить станции в нужных местах и проложить между ними железную дорогу, поезда начнут перевозить грузы, а вы будете получать за это прибыль. Но для этого необходимо знать, какие товары требуются городу. Текущие потребности города узнать несложно. Выберите Шайен и просмотрите спрос горожан на товары. Как видите, в Шайене нужно совсем немного товаров, поэтому поставлять можно только то, что им надо. С ростом города товаров будет требоваться больше. Сейчас можно поставлять пшеницу и древесину. Эти товары можно найти к северу от Шайена. Постройте новую железную дорогу и соедините Шайен с деревообрабатывающим предприятием и пшеничной фермой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну поехали выполнять остальные задания, получается. Из дополнительных заданий надо доставить 16 срогатого скота и 16 мяса. Мясо делается с рогатого скота, то есть получается нам надо сделать с рогатого скота мясо, потом с того города, там где мы сделали мясо доставить в другой город, это же мясо соответственно. То есть такая вот цепочка. Ну, поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 для этого надо будет принять новый локомотив ну и но и все прочим вот до соединить вот эти два города шеяны и все впрочем развивайся и ждем золотого часа нашего часа сделаем станцию урон с принц и соответственно зададим предприятие сделаем подъездный путь ну и соединим для чего это для того чтобы финансы наверное быстрее выросли не знаю насколько они вырастут от того что я вот сейчас сделал но принципе почему бы и нет просто проапгрейдим инфраструктуру таким вот образом ну и соответственно будем ждать будем что-то делать я таких особо глобальных решений тут пока не вижу на первых этапах я вот заметил что можно поставить в этом городе две станции то есть это очень удобно и соответственно более реалистично вот сейчас я проложил я считаю идеальный путь но нам на него надо примерно 300 с копейками тысяч макс копить не знаю сколько буду в принципе пока что деньги лучше идут вот эти вот получается предприятия я покупать не буду пока что буду смотреть и там где город развит там наверное куплю я не знаю почему я так решил но почему-то вот мои мозги так захотели станцию можно проапгрейдить она добавляет соответственно один путь что есть очень логично и очень хорошо потому что станции принципе разворачивать еще правильно надо строить и вот этими все делами заниматься тоже надо с какой-то логикой то есть просто так облады ставить это все время знаете ли вы что многие называют обширные просторы между миссисипи и калифорнией великой американской пустыней каковы глупцы как только моя железная дорога откроет доступ всюду стоимость этих земель взлетит до небес есть какая-то доля истинных словах нпс или npc но в принципе что остается соединить пока что строим станции так тем временем у нас поломка наверное надо поставить то что я сделал но и что также заходим в исследование параллельно в исследование жмем чисто что попало к чаю потому что пока что опять же не разобрался и по факту в первой главе в компании нам отчетливо не объяснили что куда качать то есть это соответственно из собственного опыта что хотим то и печали но что выгоднее всего качать и так далее это разберемся ребят чуть позже и думаю что на первую компанию это никак не будет влиять так проложили мы путь сделали свой первый локомотив в этот город соответственно пассажирский для того чтобы сделать перевозку пассажиров с одного города другой надо на локомотиве когда вы делаете да на прикладываете путь вам надо указать для перевозки пассажиров и почты каким образом у вас появляются пассажирские перевозки в данной игре пассажирские перевозки являются прибыли то есть относительно на небольшое расстояние здесь идет прибыль даже поначалу больше чем от груза перевозок что есть очень странно потому что пассажиры перевозки большинство случаев идут в убыток конкретно пассажирские перевозки окупаются только на дальней дистанции от 1000 километров примерно сходу так не назову но чисто из памяти скажу так по моим знаниям и в основном грузоперевозки как допустим это происходит в украине окупают пассажиры перевозки перекрывают доходы от грузоперевозок соответственно расходы пассажира перевозок так это делается тем временем можно заняться соответственно дополнительными путями расставить самофоры и так далее проложим еще один кстати заметил такую штуку что когда мы строим дополнительный путь то получается если у нас допустим тоннель выры да мы за него платим нехилую такую сумму но если мы ложим рядом второй путь то за тоннелями платим уже меньше но это логично в принципе это хорошо ну и что и остается только ждать и в принципе и все ждать пока выполнится последнее задание довезут всех пассажиров и также на досуге почитать инструкцию по всем афорам как это все правильнее всего организовать потому что возникают иногда некоторые усложнение я думаю это так незнание того что лень было читать инструкцию в самом начале но ничего страшного думаю принципе опять же первой главе мы только учимся только развиваемся только начинаем строить депо с чем-то не депо соответственно станцию техобслуживания не знаю зачем это так чисто по фану чтобы посмотреть прощупать что это такое вот еще вот он у нас последний поезд который доставит пассажиров точка б и завершит нам первую главу выполнив при этом последнее задание значит что хочу сказать ребятки дальше будет больше видео по этой игре вы будут кайты пока что только начало анализируем разбираемся если видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи и пока прогресс просто невероятен дальний запад уже не кажется таким уж дальним а люди постепенно осознают что торговля помогает создавать процветающие города нам предстоит еще многое сделать но трансконтинентальная железная дорога уже не за горами несмотря на все трудности железной дороги юниан пацифик удалось пересечь бескрайние просторы великих равнин и покорить безжалостные склоны скалистых гор железная дорога централ пацифик двигалась навстречу запада но зима 1868 года остановила все работы две колеи застыли всего в нескольких сотнях миль друг от друга в глуши посреди гор мечта первой трансконтинентальной железной дороги казалось на расстоянии вытянутой руки но ее забросала сугробами снега и сдуло ледяными вьюгами мечту что родилась почти за четыре десятилетия до того